Необходим первый раунд полноформатных межсирийских переговоров с участием правительства и всей оппозиции без исключения. Такое мнение озвучил глава МИДа Сергей Лавров. Министр рассказал об итогах встречи с госсекретарем США Джоном Керри в Лаосе. Дипломаты провели переговоры на полях мероприятий по линии ОСЕАН. Пока мы сталкивались с ситуацией, когда американские партнеры буквально с начала года заверяли нас, что они смогут отмежевать оппозицию, с которой они сотрудничают, от террористических структур. Но до сих пор у них этого не получалось. По словам Лаврова, политический пакет пустили, рассмотрят уже сегодня на трехсторонней встрече Россия-США, он в Женеве. Накануне министр обсудил сотрудничество нашей страны с ОСЕАН. В этом году исполняется 20 лет партнерству. В первую очередь говорили о безопасности в регионе, борьбе с терроризмом и защите границ. Совместными усилиями страны, развивая эту экономику, отечественные компании намерены улучшать транспортную сеть в Азии в перспективе расширения связи на глобальном уровне. Мы также продвигаемся по пути взаимодействия между странами ОСЕАН и Евразийским экономическим союзом вслед за Вьетнамом, который подписал соглашение о зоне свободной торговли. Интерес к этому проявляют и Сингапур, и Камбоджа, и целый ряд других государств Юго-Восточной Азии. Ну а в перспективе можно будет истеречь уже о переговорах между Евразийским экономическим союзом и ОСЕАН как организацией. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии объединяет 10 государств, в том числе Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Таиланд. Москву в азиатских тигров и азиатских тигров связывают не только экономические отношения, но и культура, конечно. В Лаосе выступит совместный симфонический оркестр России и ОСЕАН в сентябре. На саммите, вопреки серьезным разговорам, нашлось и время для шуток. На протокольной встрече Лаврова с Керри, американская журналистка нарушила правила, корреспондент выкрикнула вопрос главе российского МИДа. Господин Лавров, господин Лавров, а что вы можете сказать о предположениях, что Россия стоит за хакерской атакой на почве демократов? Я не хочу говорить слово из четырех букв. Спасибо всем.